Всем привет, ребята! Это третья часть по моей альфе. Насколько вы помните, из второй части я приобрел себе вот такую коробочку. Вот. Это блок цилиндров. Я уже здесь выставлял кольца. И к этой первой коробочке я купил вторую. Это головка блока цилиндров. Я уже здесь полазил чуть-чуть, настроил клапана. У меня здесь 0,05 и 0,05 здесь миллиметр, потому что нигде я не нашел на 0,03. Новенькая, хорошенькая. У меня вопрос. Вот такой стук. Вот этого вала. Мне интересно, должно быть так или нет. В общем, ребят, я снял эту крышку, крышку эту вот здесь вот. Все так вот сейчас выглядит. Открутил 4 болта на крышке генератора. Вот здесь крутил пробку, здесь пробку. Метка, видите, где получается? Вот эта метка должна справиться с этой. Я выставил так, чтобы здесь вот метка на генераторе была выставлена правильно. А здесь она, видите, как? Вот, так что здесь все сбито. И просто послушайте, какой сзор клапанов. Вот смотрите. Видите? А должно быть 0,03 миллиметра. Вот, ребят, я снял головку. Шпильки вроде ровные все, вроде как. Ну, это ничего страшного, если они слегка кривые, в принципе. Вот, снял крышку генератора. Вот ротор. Там статор. Вот. Вот у нас звезда. Самая цепь ГРМ. Сейчас вот здесь вот снимем блок. Вот здесь, вот на самом двигателе, где у нас будет вот такой же паз, только вот здесь вот, будет видно выработку цепи. Есть она там или нет. Придется нам менять ГРМ или нет. Вот я снял, уже можно нормально послушать люфт. У другого клапана. Итак, ребят, вот я снял на поршне ужасный нагар. Видите? Вот здесь вот износа нет. Следовательно, цепь ГРМ не растянута. Она в хорошем состоянии. Вот такой вот у нас здесь блок цилиндра. Цилиндра. Ну, здесь загиров никаких нет. Я посмотрел. Это масло, грязь уже налетела. Пыль. А так все просто замечательно. Нужно было и не менять. Просто отрегулировать сверху клапана и все. Не было никаких бед. Ну, раз что, купили уже, значит, ставим. Так, ребят, сейчас я отъезжаю на несколько, наверное, часов. Сейчас я это все накрою тряпочкой и поеду. А потом уже приеду, промажу блок маслом. Поставлю, масло все стечет. Поменяем поршень. И все будет супер. И будем ставить все, собирать обратно. Я думаю, это будет просто шок-контент. Заливаем новенькое, хорошенькое, вкусненькое, сладенькое масло. И просто пушка, полетим в закат. Ясно всем, да? Это вот альфа. Альфа делает вещи. Альфа валит, ирбис прет. А остальное подсосет. Вот, ребят, я накрыл все тряпочками. Вот, получается, поршневую группу. И сам генератор. Ребят, я уже на месте в своем гараже. Время 7. Уезжал я где-то в 3. Сейчас я вам покажу, какое место я соорудил. Сейчас я вам покажу, какое место я соорудил. Сейчас я вам покажу, какое место сделать для того, чтобы работать в дальнейшем с какими-то запчастями и так далее. Чтобы было комфортно. Не таскать это все в дом, а делать все в гараже. Потому что в гараже пока ремонта нет. В общем, смотри, что я сделал. Вот такой столик на двух ведрах. Одно ведро для того, чтобы сидеть. Менькая штучка. Пласт. Вот такой столик получился. Вот здесь мопедка моя. И вот сейчас буду головку смотреть, потому что там отверстия, которые надеваются на шпильки, закрыты. Сейчас будем разбирать, смотреть. Вот, смотрите. Вон там отверстие есть на свет. И здесь отверстие есть. А здесь нет. Здесь они закрыты валами клапанов. Самих. Кстати, да, я уже говорил об этом, я их отрегулировал. Вот сейчас буду вот эту крышечку снимать. И уже смотреть, что можно сделать с этой фигней. В общем, ребят, смотрите, я раскрутил эту крышечку. Вот она с прокладочки сразу идет. И вот смотрите, сразу, чтобы вам вот таких ошибок не допускать при покупке вот таких вещей. Сразу обращайте на эти штуки внимание. Если вам говорят то, что головка сразу настроена, не стесняйтесь. Прямо снимайте крышку, она все равно здесь без болтов идет. Сняли, проверили, посмотрели состояние, потому что мне сказали то, что эта головка настроена. И видите, что это вот это вот? Что это за риск? Что это за царапина? Сразу снижайте цену, вот сразу же. Потому что вот раз, косяк, да, хоть на работу не влияет, но все же. Вот это что за переход? Вот он. Сразу обращайте на все мелочи внимание и скидывайте цену. Потому что мне пришлось сейчас самому раскручивать и поправлять валы клапанов. Но это разве дело? Это не дело. Я бы все стопорнул и поехал бы обратно в город. А я живу 30 километров от города. Это мне не в кайф. Вот, здесь даже все, то есть оно откручивается. Все от руки как бы закручивалось. Но это не дело. Если вы платите такие деньги за такие запчасти, блин, можете делать лучше, да? Раз вы говорите, что настроение ничего настраивать не надо, так настраивайте, проверяйте то, что было настроено. Это уже ваш косяк. В общем, меньше возмущений, просто сейчас закручиваем обратно и начинаем все собирать. Вот, ребят, смотрите, я принес маслице. И вот, видите, можете заметить то, что масло стекает. Я помазал все. Сейчас оно стечет. Туда, вниз. И все будет чики-бомбони. Это мы пока в сторонку уберем, положим сюда. И сейчас будем снимать поршень и ставить вот этот. Вот, смотрите, вот новый поршень. Ну, естественно, вот этот старый. Здесь просто, ну, уйма на гару. Что это вот? Они, кстати, идентичны. Вот пальчик. Вот так все это выглядит в хозяйстве. Вот, ребят, как это здесь все выглядит. Вот небольшой люфт. Влево, вправо. Вот. А вот здесь вот вообще ничего нет. Ну и хорошо. Может, на камеру это не слышно, но... Ладно. Там вот какой-то мусор. Надо его сейчас убрать. Вот он. Тут он фигня какая-то. Сейчас уберем. Вот, ребят, был установлен новый поршень. И как раз застопорен колечками. Если кому интересно, видите надпись сверху поршня IN? Она должна быть направлена вверх. Сейчас я поставлю прокладочку. Выставлю кольца, как мне надо. И буду ставить блок-цилиндр. Дома установлен блок. Все супер. Так, грязь какая-то уже тут попала. Нам не надо здесь. В общем, вот как-то так. Так, сейчас надо будет поставить успокоитель. Вот сюда закрутить его. Закрутить сам блок. И можно оставлять будет головку. Был установлен успокоитель. Вот он. И блок прикручен к двигателю. Вот как-то так. Ну там, кстати, видно всякие пылиночки. Не пылиночки, потому что там масло. Нам не надо здесь. Лишнее масло мы сейчас уберем. Сейчас будем ставить головку. Вот, ребят, я установил головку. Сейчас надо затянуть звезду. Вот, смотрите, метка. Вот там где-то. Вот метка. И вот на звезде метка. И вот метка. Вот это вот. По-моему, это она. Или это не она. Если это не она, это будет плохо очень. По-моему, она. Вот. Как-то так. Сейчас надо затянуть звезду. Поставить эту прокладочку. Поставить навесную. И провозь заводить. Кто же знал, кто же знал. Это не хрена, не метка. Это хрень знает что. Нам нужна черточка. Они вот здесь вот находятся. С буковкой Т. Как так? Как так? Сейчас надо скидывать звезду. Я ее натягивал прям. Ну вот прям натягиваю. Вот. Сейчас надо ее скинуть. Провернуть цепь. Чтоб клапана не сбить. Чтоб эта метка сохранилась. И выставить здесь. По метке. Ай. Ну, включу. Покажу, когда уже все это скину. Поставлю обратно. Метки здесь идеально интересов подойдут. Вот. И здесь у меня нет буковки. А, нет. Вы что здесь делаете? Придумал это Ай. Он у меня стоит на F. Скорее всего, позднее, раннее. Ну, думаю, в принципе, ладно. Ничего страшного. Она вообще была сбита. В общем, ребят, это вот сейчас вот так все выглядит. Я закрутил. Сейчас буду накидывать мясной. У меня там. Вот здесь вот. Зазор. Ну, я думаю, это вот этими болтами. Гайки. Которые здесь гайки идут. На эти шпильки. И они это все притянутся. В общем, вот так у нас работают клапана. Ну, только, конечно же, здесь все в быстром темпе. Сейчас. В общем, вот так вот все ходит. Все. Сейчас закрутим, притянем все. Самое страшное это заводить. Заведется ли. Где-то вот так все выглядит. Вот с этой стороны. И вот с этой стороны. Страшно? Очень страшно. Ладно, что поделать. Продолжаем собирать. Хочу вам показать. Видите, эта стрелочка. Она, по идее, должна быть направлена вверх. Но она здесь так сделана, что если этой частью ставить, стрелочка вверх, то она упирается в крышку для регулировки купонов. Поэтому не буду ее так ставить. Поставил ее вот так. Сейчас притяну. Видите, здесь какое расстояние шпильки. И здесь. Соответственно, сейчас мы здесь все притянем. И все будет. Чики-бомбони. Делаем дальше. Вот, ребят, я все протянул. Ничего не шатается. Никаких зазоров больше нет. Эту крышку я просто накинул пока. Вот она у меня болтается. Сейчас я все прикручу. Затяну, протяну. Проверю еще по 100 раз. Залью масло. И будем проводить, заводить. Здесь я закончил. Сейчас надо закончить с той стороной. С глушителем там. Свечку подкрутить. И не забыть масляную пробку. Закрутить. Можно будет заливать масло. И с этой стороны я закончил. Все уже протянуто, затянуто. Сливную пробку масла я закрутил. Сейчас открываю еще и заливаю масло. Попробуем завести, что ли. А, да, ребят, забыл глушитель поставить на место. Сейчас поставлю и буду заливать на место. Кушать не был установлен. Все. Окей. Заливаем масло. Пробуем заводить. Ну, было масло там. Просто, ну, ужас какой-то. Все, ребят, я залил масло. Сейчас поставлю на ровную поверхность. Вот столько я залил. Я иду за ключами. Пробую заводить. И там уже ключу завел я или нет. Ребят, я сейчас все завел. Типа, ну, все окей. Снова карбюратор надо было отрегулировать. Но я забыл кое-какую вещь. Я клапанаты отрегулировал. Они сначала не цикали, а потом зацикали. Все почему? Да потому что я их не затянул. Не законтрогал. И все. В этом весь прикол. Сейчас буду заодно настраивать. Да уж. И все. Чтобы было все по красоте. Вообще, ребят, третий час сейчас будет заканчивать. И просто ожог. Чуть-чуть случилось. Открутился вот этот болт. Этот болт держит успокоитель цепи. И он сейчас где-то здесь. Этот успокоитель. В общем, снова карбюратор настраивает. Еще два раза настраивал клапана. Вроде сейчас. Изначально, когда я все. Я ее все заводил. Она хорошо работала. Но я забыл законтрогаять. Клапана. Поэтому сейчас все по бороде пошло. В общем, вот так вот. Ладно, с вами был Копченый. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Увидимся, когда увидимся. Всем пока.